Детское радио представляет И чтоб мирно нам существовать Нужно больше друг о друге знать Нужно больше друг о друге знать Кто к нам приполз? Какая огромная змея! Добрый день! Меня зовут Анаконда Такое красивое и необычное имя Дали мне индейцы, ведь именно они знакомы со мной С незапамятных времен Анаконда живет в долине реки Амазонки В северной части Южной Америки Жители Бразилии, Боливии, Перу, Эквадора и Колумбии Знакомы с ней не понаслышке А в Европе об Анаконде узнали лишь в середине 16 века Да и местным жителям не так-то легко меня встретить Ведь я обитаю в сельве Густом заболоченном тропическом лесу Анаконда – самая крупная змея в мире Средняя ее длина 5-6 метров Но нередко встречаются экземпляры и по 8-9 метров А моя прабабушка имела в длину почти 12 Родственники Анаконды – удавы Ее раньше даже называли водяной удав Тоже мне родственники Они мельчие, не такие красивые Спина Анаконды серовато-зеленая На ней в шахматном порядке Расположены двумя рядами большие бурые пятна А по бокам идет ряд светлых мелких пятен Окруженных черной полосой Отличная маскировка Когда я прячусь в тихой воде Покрытой упавшими листьями и пучками водорослей Меня трудно заметить Змея эта ведет водный образ жизни Она держится в тихих реках, заводях и озерцах И никогда не отползает далеко от воды В хороший денек могу вылезти на берег, погреться на солнышке И даже забраться на нижние ветки деревьев Оттуда прекрасный вид на сельву Анаконда отлично плавает и ныряет Может подолгу оставаться под водой При этом ноздри ее закрываются специальными клапанами При пересыхании водоема Змея переползает в другой А если случается засуха Я зарываюсь в выл на дне и впадаю в оцепенение До ближайшего дождя Под водой происходит и линька Анаконды Припав ко дну Змея трется от него брюхом И постепенно стягивает с себя старую шкуру Да, вода моя стихия Здесь же я поджидаю свою добычу Ведь я хищник Ее любимая пища Четвероногие жители сельвы Напоминающие свинью топиры и пекари А также местные грызуны Агути и капибары А иногда она может съесть и ягуара Такое по силам только самым крупным и опытным из нас Остальным приходится питаться и черепахами, и птицами, и рыбами Анаконда не ядовита Зато она отличный охотник Ее сила в мышцах Анаконда неподвижно поджидает добычу А когда та приблизится Стремительно ее хватает и душит Обвив кольцами тело А потом заглатывает добычу целиком Сильно растягивая при этом пасть и глотку Стыдно признаться, но иногда, когда совсем одолеет голод Мы набрасываемся на своих сородичей Может быть, поэтому мы предпочитаем жить поодиночке Так безопаснее И только в брачный период Анаконды собираются в группы Интересно наблюдать, как самка лежит И лениво разглядывает вьющихся вокруг нее самцов Анаконда — яйца живородяща Это значит, что мама не откладывает яйца в своем логове А вынашивает их внутри себя Змееныши вылупляются еще в теле матери А уже после этого рождаются Детей у меня бывает и тридцать, и сорок Малютки длиной не больше метра Столько с ними забот И каждый норовит ими полакомиться Большая часть потомства становится жертвой самых разных хищников Зато у взрослой Анаконды практически нет врагов На человека она, как правило, не нападает Индейцы сочинили множество легенд о том, как я охочусь на их собратьев По правде же люди совсем не в моем вкусе У вас здесь очень сухо Я не могу так долго без воды Позвольте откланяться и уползти в свой тихий водоем Соседи по планете КОНЕЦ КОНЕЦ